Нашла. Мы на месте. Мы приветствуем Павла. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свои биополе на период сеанса. Он доверит. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Павла под ногами 360 градусов вокруг него. На всех 7 тонких тела. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Павла. Находит все. Ты знаешь, от него такие энергии сильные идут. И у него чутко крылья видно. Он защищает ими. Вот. Что значит, когда душа работает. Поздравляем Павла. Замечательная работа. И у него прямая уверенность в разные стороны с этой энергией выходит. Вот такие ученики. Добро пожаловать к нам. Хорошо. Ну, если ничего делать, тогда заправим его энергией. Посмотри, сколько энергии нужно Павлу и какая частота вибраций. 426. Отличные цифры. На счет 3 макушку головы Павла начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 400% каждые. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибраций поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. От него вибрации очень сильные идут. Даже у него идут сильные вибрации. Хотя у него самые высокие. А идут они так, потому что он верит в то, что делает, он это чувствует. И он видит изменения. И у него чистые и искренние намерения и энергии. Отлично. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается. Наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Отлично. Будем возвращать Павла назад. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую курицу Павла в его систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте. Ты готова, Вера? Готово. Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию, воплощенную на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Марину в защиту скафандра на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Марины поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Марину. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе. Наперед сеанс. Доверит. Я даю команду на счет риска. Она расканирует пространство над головой Марины, под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех семерах сканирует все семь тонких тел Марины. Находит все. У меня внутри стержня, в самом внутри, где позвоночник, я бы сказала. Да. Как палка черная какая-то. Палка. Хорошо. По длине такая. Скэнер. Выдави эту палку вместе со всеми подключками, к ней подключенными и энергиями. И как это выходит палка, отправляем ее в клетку-тюрьму. Готово. Выстраивает этой палки, канал к ответственным. Один, два, три. Притягив в клетку-тюрьму, становятся моими заложниками. Два Грея. Отлично. От Грея выстраиваются каналы к другим ответственным. И связанных с ними, этой подключки, притягив всех ответственных в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Здесь есть рептилоид, но он какой-то фантомный. От этого фантома выстраивается прямой канал к оригиналу этого рептилоида. И силами его намерения я притягиваю в клетку-тюрьму, становятся моим заложником. Да, будет так, а так и есть. Он здесь. Хорошо, паразит. Считай цифру этого репта над головой. 78. 70. Лаборант. Грея органический. Возмущен, он не присутствует здесь, почему его притянули. Один раз он был, оставил свой след. Вот поэтому следу мы тебя и притянули, потому что ты помогал устанавливать эту палку ей в стержень. Помогал. Я наблюдал. Ты наблюдал. И ни слова не говорил Греям, когда они это делали. Для чего ты наблюдал, объясни мне. Какой смысл в твоих словах? Для дальнейшего использования, пока это только подключка. Хорошо, проверим, что скажет на это межгалактическая полиция. Два Грея, что вы делаете в этом биополе? Они подключили эту палку, и подключают они ее, когда она ослаблена. Видимо, больницы. Химия вокруг, химия, химия, слово идет, и такой как туман какой-то белый. Хорошо. В кого из вас ставить эту палку? В обоих? Это не для нас. А эта палка была для нее, Грея? На каком основании вы приходите и глумитесь над душой? Это как градусник, который измеряет ее параметры. Хорошо. Я посмотрю, что на... Сколько вы находитесь в этом биополе? Они три месяца находятся. Три месяца. Хорошо. Даю команду тонкой копии Марины, спрейсера, все энергетические и сферические каналы, ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены, несколько образцов, получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. А ну к этой палке, как химия, вот этот туман возвращается. Он какой-то как колючий, что ли. Так что эта палка делала? Такие вибрации колючие. Она отравляла, эта палка ее? Она ее обессиливала. Все, у нее и так не было сил. Ну, а для меня это садизм и глумление игры. Каждый получает по 50 тысяч герц удары. Один, два, три. Здесь массивное воздействие с вашей стороны. Здесь вы уже ничего не можете сказать. Вы не сражаетесь с сильными. Вы сражаетесь с теми, кто болен. Они получили удары, они не сражаются. Значит, они показывают в этой палке, есть как подключки такие, идут провода, и там идут как присосочки такие, чипы. Вставляют они на места, где идет химия. Хорошо, посмотрим, как это оценить другая организация. Ждем окончания реверса. Скончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Марина забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Марина себя обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Забираем из этой палки все родные энергии, биоматериал. Все, что находится на чистоте Марины, было у нее украдено, возвращается мощным потоком назад. Да, будет так, а так и есть. Ангельские энергии возвращаются. Они воровали ангельские энергии, ну хорошо. Вы хотите ангельских энергий, Грей? Я вам сейчас дам ее в чистой форме. Палку не показывает. Нет, ну я вам дам оригинальные ангельские энергии, каждому по хорошему шарику. Говорит, что они именно как градусник измеряли, чтобы забирать количество, которое не повредит ей. А вам она повредит? Не повредит, это значит, что она совсем не упадет. Потому что она обессиленная была от этого. То есть... И не хватало внутренних энергий своих. Я даже комментировать не буду, это глумление над душой. Они истержень заменяли. Ах, вот как. Нескоро вы домой вернетесь, Грей, не скоро. И в матрице тем более. Готово. Скэнер просканируй. Еще раз Марину. На частотах Греев и рептилоиды. Осталось ли что-нибудь незамеченным? Если находишь, в выводе это все чипы, датчики, импланты, проводки. Да, есть на голове они еще. Выдавливай это все. Что там на голове? Оно как наушники, только уменьшенные. Такие круглые штуки. И соединенные между собой у нее стоят на голове. Чип такие. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму там, где находится эта палка. Хорошо. Посмотри, сколько энергии нужно Марине и какая частота вибрации. 425. 425. Давай сейчас сделаем следующее. Перед тем, как мы перейдем к заправке энергиями, дуй команду Нара, синхронизацию Марины с этой палкой и Грейми. До 100% идет. Готово. Включаем внутренний белосет Марине этим светом, на выдавливает из себя все негативное патогенное чужеродное на частотах интерферента. В остаточной энергии выходит, формируется в шар. У меня привкус какой-то из горла выходит. Выдавливаем этот привкус. Неприятный. Готово. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Подхожу к Марине, помогая моей энергии отстегнуть канал на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, они улетают на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Приветствую. У меня здесь два Грея с какой-то черной палкой, которую они заменяли на стержень ангельский внутри ее. Притянули лаборанта. Три месяца сидели. Еще чип находится в клетке. Надеюсь, ты не воткнул никому эту палку. Ты меня просила вчера, поэтому безусловно нет. Мы заберем и палку, и их. Но мысль была. Но сдержал себя. Эта палка, они определенными энергиями, которые они используют. Поэтому нам она нужна. Пожалуйста. Для меня только одно применение этой палки. Всех забрали. Что-нибудь осталось в клетке? Нет. Хорошо. На счет три в макушку головы. Марина начинает поступать. Семь высокоэбрационных потоков по 400% каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать. Мощность потока усиливается. Она у нас же ангел. Даем ей поток ангельской энергии. Ангельская энергия пошла. Наполняет ее. Наполняет больные места. Заживляет их. Не, расплывается ангельская энергия отдельно. И они как сжигают вот этот, что еще осталось, туман. В общем, частицы, какие остались, сжигают. Идет ли информация вот в этой палке там какой-то. Графин, графит, что-то такое внутри. Он шевелится и двигается. И, значит, когда она будет выдавливать из себя негатив, пускай она добавляет, что вот это черное вещество выдавливает тоже. Оно связано с медикаментами и терапией, которую она принимает. Она должна из себя выдавливать именно этот элемент. Не оставлять внутри. Хорошо, мы передарим обязательно Марине, как мы сегодня выдавливали. То есть этот туман точно так она должна выдавливать из себя при терапии все эти энергии, которые возникают, побочные. И привкусы. И вот этот туман. Она говорит, вы его по-разному называете. Графин, графит. Еще как-то. Ну, темно-серый цвет. Да, и он шевелится. Он тут как магнит водишь, когда частицы так шевелятся. Я сейчас увидел, да, есть такое, когда магнитом водишь, они как острые становятся. Я видел такое. Да, 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 они как живые. Понятно, хорошо. Им стоит только магнитом провести, и оно начинает все двигаться. Приблизительно такой смысл. Чтобы этого не было, надо это все выдавливать. Или применять магнит. Ну, у нее еще пока нет. Она может себе визуализировать магнит, на который она все эти энергии вытягивает. И тогда у нее получится, тогда вместе с магнитом надо скидывать это все. Галактическое дроид советуется. Я понял, да. Она закончилась закачкой. Хорошо. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо. И сканер дает магнит для удаления этих частиц графита, графена. Если хоть микрочастицы остались, он сканирует сейчас, и удаляет их моментально сразу. Один, два, три. Магнит начинает вытягивать. Если что-то осталось, все выходит. Да, остались, осталось. Очень мало, но они как въелись в биоматериал. Он вытащит все. Есть, готов. Под магнитом, открывая воронку в галактическое дро, он уходит на переработку в чистую первичную энергию вместе с этими энергиями. Закрываем, опечатаем, растворяем. У меня почему-то в сердечной чакре, в этой области. Возможно, через нее заходили, или она там отложилась. Хорошо. Марина, как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую. Ангельские энергии особенно чувствую. Они очень мягкие, гибкие, наполнены для меня. Так и есть. Не забывайте то, что мы вам сказали насчет выдавливания этого всего. И когда вы идете в больницу, это все надо после этого, соответственно, чистить, чтобы ничего не осталось. Хорошо. Мы здесь закончили. Будем возвращать сейчас Марину назад в ее систему Биоробот Душа. И сразу перейдем к чистке ее дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Марины в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. На счет 3 появляется перед тобой тонкая копия кошки Беретта и тонкая копия кошки Зевс. Стоят перед нами. Или кота. Да, есть. Хорошо. Котики, мы пришли вас почистить, помочь вам. Что тут такое? Обижают вас? Тряхнуть себя хотят они. Сейчас мы все вытряхнем. Включаю обоим кошкам внутренний белый свет. И этим светом они выдавливают из себя все негативное. Патогенные, чужеродные, низкоэбрационные, находящиеся в их биополе. 1, 2, 3. Свет пошел. Энергии выходят и формируются перед ними в шары. Каждого свой шар. Все. До 100% выдавливаем чужеродное. Манифыркает и как передергивается. Ну так это ж приятно им. Чтобы убралась эта энергия из них. Правильно делают. Парахноиды подцепили они. Обязательно. Его, вернее. Его паутину. Готовы шарики. Открываю под шарами воронку в галактической дроби. Шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. И наполняю кошку Беретту и кошку Зевс. Родными их энергиями, кошачьими. 1, 2, 3. Потоки пошли. Мне нравится, что ты его кошку называешь. Мангкот. Вот видишь, я должен извиниться перед Зевсом. Хорошо. Нам просто написали две кошки. Беретта и Зевс. Хорошо. В макушку головы Беретты начинает поступать необходимое количество ей кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. В макушку головы Зевса начинает поступать. Необходимое ему количество кошачьей энергии. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Чистота вибраций Беретты и Зевса поднимается до комфортного уровня кошек. Пошел подъем кошки и кота. Готово. Синхронизируется энергия и вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Зевс. Как ты себя чувствуешь сейчас? Как, Зевс? Хорошо. Ты хочешь передать хозяйку? У тебя какие-то есть желания, просьбы? Я могу передать. Да, у него есть определенная энергия. И хозяйка может ей пользоваться, прижиматься к нему и гладить его. Он передает определенную энергию. И она помогает ей этой энергии, да? Да. Хорошо, Зевс. Благодарю за информацию. Она гармонирует с ней. Гармонизирует. Понятно, хорошо. Гармонично все проходит. Это важно для нее. И, Беретта, ты хочешь что-то передать хозяйку? У тебя есть какие-то пожелания? Ну, честно сказать, они показывают, что они с двух сторон возле нее. Ах, вот. Вот так лежат. Ну, отлично. Это самый идеальный вариант. Самый идеальный вариант. Слева и справа. Им нравится это, да. Они отдают энергии, и они как нежатся сами в ее энергиях. У нее же ангельские энергии, конечно. Хорошо. Больше никаких пожеланий нет, я полагаю, да? Нет, их все устраивает. Хорошо. Возвращаем тонкую копию Беретта и Зевса в их систему Биоробот Душа. Они синхронизируются, гармонизируются на всех уровнях. Значит, хозяина энергии ему тоже нравится, но у хозяйки, ему не нужны их энергии, а хозяйке нужны. Хорошо. Мы все передадим. Поэтому трогать их для нее очень позитивно и гармонично. Готовы? Отлично. Отключаемся от кошечек. Хорошо. Мы здесь закончили. Отключаемся от дома. И поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует...